Всем привет, дорогие друзья! Вы попали на научно-образовательный канал Реносу. Замечали ли вы на необъятных просторах ютуба такие вот видеоматериалы? Свою жопу коньком. Пуки-каки-какашки, Мангл. Лисий, ты такой шутник. У меня аж кабель встал. Мангл, знаешь, я это... давно хотел сказать тебе. Я дрочил свой крик на тебя. Я на тебя тоже! Да? И не врите, что видели. Я знаю вашу историю просмотра. И позвольте мне вывести один видос оттуда на экран... Ой-ой-ой, Санечка, ты снимаешь? На первый взгляд такие анимации сделать невероятно трудно. Но подавляющая их часть сделана в такой программе для 3D-анимации, как в Source Film Maker или на русском SFM. Недавно я захотел научиться делать подобные приколдесы, но нормальных, коротких и по чесноку гайдов малое количество. Мне даже пришлось читать информацию на сайте. И я, кое-как научившись, теперь буду обучать вас. Дорогие друзья, заходим в программу, пишем уникальное название и нажимаем Create. Если у вас написано No Map Loaded, то поздравляю, у вас материнка сдохла. ПКМ по этой области, Load Map. И выбираем первую понравившуюся нам по названию карту. Мы появились, но наша камера стоит в какой-то опе. Зажимаем LKM во Viewport и передвигаем ее с помощью WSD. Если необходимо, можем также зажать шип. Но на карте как-то пусто. Предлагаю заполонить это пространство красотой. Ведь красота спасет мир. Или там про любовь пелось. Ой, да не важно. Все равно мы уже ПКМ в Animation Set Editor, Create Animation Set for New Model. И из списка выбираем ту самую модель. Выбор моделей в программе очень ограничен. В мастерской стима он уже побольше. Тем не менее, часто попросту нельзя найти нужную для тебя модель в списке. Придется либо самому сделать новую модельку в блендере. Либо импортировать из G-мода. До недавнего времени с помощью этого сайта можно было загружать объекты из G-мода в SFM просто. Но Valve, сука, прикрыла эту лавочку. Теперь для этого нужен лицензионный G-мод. Добавляем модификацию в библиотеку. Заходим в игру. Ждем. Выходим. Ищем в этой папке нашу модификацию. Перетаскиваем ее в G-maq.exe. После того, как нам программка вырвала файлики, копируем эти папочки в папке с одноименным названием по этому пути. И идем на перекур в A Viking Life. Прикольная игрушка, конечно. Но, увы, ролик сам себя не сделает. Добавляем нашу красавицу. Хоба! Как вы видите, нам открылся очень прикольный ракурс. Я бы, честно, и так оставил, но для большего удобства лучше все-таки подвинуть. Создадим обычную камеру. Покаем по этой области, анимационный сетфон и камера. И поздравляю, молодая мать! У тебя родилась камера! Попытаемся ее поставить на ноги, как в способе выше. Для этого переносим ее во вьюр и нажимаем на CFEV. Как вы видите, тут написано, что мы невнимательные гомо-сапиенсы, потому что так передвигать не рабочую камеру нельзя. Нужно переключиться на... как я их называю? Стандартно мы находимся в Clip Editor. Перейдем на Motion Editor. После клика по камере, наконец, ее передвигать можно. Вот она! Только непросвещенный скажет, что за уродина. А я его похлоп и поплющу, и скажу, важна не внешность, важно, что у себя внутри. А внутри у этой модельки, как и у всех 3D-собратьев, кости. И красота заключается в их количестве, благодаря чему можно детально анимировать даже язык. Однако у этой красоты есть свой увесистый минус, о котором я расскажу немного позже. Теперь, подрищинки, готовьтесь к кульминации. Как все-таки анимировать в SFM? Слушайте внимательно. На всякий случай повторю. Для анимации мы используем Graph Editor. А для расстановки экспозиции используем Motion Editor. Не путать их! Иначе к вам домой придет бабайка и заставит вас сделать видео на YouTube про туториалы в SFM. Напоминаю, мы все еще в Motion Editor. Кликаем по модельке и выбираем Root Transform. Переключаемся на вкладку при движении по оси XYZ. Зажимаем на вот такой хернюшке мышку и двигаем модель для первоанального кадра. Забыл упомянуть, что для анимации нужно ставить ключевые кадры. Как их тут называют букмарки, также выставляются автоматически при изменении позы. Переключаемся на Graph Editor. Выбираем ногу. Переключаемся на XYZ вверхе смешариков. Двигаем ногу вперед. Ура! Ты учишься анимировать! Спасибо за просмотр. Ставьте лайки. И всем пока! Ладно, шутки шутками. Но я вам сейчас серьезно рассказал большую часть того, что вам пригодится при освоении анимации в Source Filmmaker. В этом ролике я не рассказал о некоторых вкладках, потому что после того, как я их вам покажу, у вас случится рак роговисти. А также не сказал, как, к примеру, делать эллипсинг. О них я сделаю новую часть, если этот ролик попадет на топ-0 в тренде. А пока, позвольте мне это рассказать, теорию приятного для глаз анимирования. В 3D анимировании есть много стилей, как, собственно, анимировать. И не важно, делаете ли вы realistic animation, или же SFM animation. В основе всех стилей лежат азы реалистичной анимации. Что это такое? Я и сам не знаю, но расскажу, что понимаю. Во-первых, это подготовительная поза. Название говорит само за себя. Так что я думаю, вы не тупые. Сами понимаете, что это. Я просто покажу яркий пример. При плюшке вам сначала надо сесть на картаны и выпить жопу назад. Вот это и есть подготовительная поза. Или, как некоторые вахуи его называют, отказное движение. Во-вторых, при движении в реальной жизни даже одной ладони задействуются разные группы мышц и костей. Так что для анимирования поворота ладони нужно помимо самой ладони повернуть немного предплечья и локоть. Так что, чтобы по красоте не анимировать отдельные кости, есть рик-скелеты, которые объединяют все кости отдельных конечностей. Их нужно скачивать самим из мастерской, либо из Даркнета. Объясню на примере той самой ладони. Когда вы ее повернете, то зашевелится и предплечья, и хули. Но у этого способа тоже есть свой хули. При скреплении отдельных конечностей в рик-скелете невозможно анимировать тело более детально. Так что лучше всего все конченные нечисти анимировать с рик-скелетом, а потом для липсинга рик-отучить. Теория без практики калиматья полная и чтобы вы, так сказать, набили себе руку, стоит вам дать домашнее задание. Я лично учился анимировать по вот таким вот схемам движения, ходьбы, бега, прыжка и т.п. Этого будет достаточно для освоения программы желторотиком. Более детального процесса показывать смысла нет. Расскажу лишь поподробнее о выставлении букмарок моим способом. Приближаем наш таймлайн, выделяем все кости, ставим первую закладку, выставляем подходящую позу, Ctrl-C плюс Ctrl-V и ставим дубликат. Опять ставим позу до самого выделяющегося момента и делаем так, сколько нам для анимации пригодится. Пока я там что-то делаю, по-быстрому объясню, что это за выделяющиеся моменты и при чем здесь клей. Если мы хотим сделать анимацию поднятия ноги, то нам первоначально нужно выставить позы опущенной и поднятой ноги. Как мы видим, анимация выглядит топорной и дерганной. Поэтому мы выставляем между этими двумя клетками еще одну позу. Все еще выглядит как жопа динозавра. Просто добавь по одной закладке перед и после новоспеченной третьей и продолжай так, пока глазу не станет приятным. А клей тут при том, что при работе я люблю его пить. Блин, клей закончился. Так, стак. Я уже разложил все закладки, поэтому нажимаю на кнопку «Пуск». Добавляем света, ракурс и разве камеры и можно теперь друзьям дать посмотреть. На этом ролик подходит к концу. Если есть какие-либо вопросы по ролику, то пишите их в комментарии. Я на них обязательно отвечу. На этом пора прощаться. Всем желаю починить свою материнку. Субтитры создавал DimaTorzok